Я традиционно начну с дополнения к предыдущей лекции. На прошлой лекции мы закончили тем, что доказали пентагональную теорему Эйлера про производящую функцию для разбиений. Сегодня мы закончим, я надеюсь, тем, что докажем ее еще раз, но уже по-другому. В прошлый раз я обещал вам рассказать, зачем она нужна и как с помощью пентагональной теоремы быстро вычислять функцию числа разбиений данного числа. Давайте я напомню, о чем вообще речь пентагональная теорема Эйлера. Я напомню, что мы с вами рассматривали производящую функцию для числа разбиений p от q. Это сумма p от n в степени n при n больше либо равном нулю. Ну и мы с вами сказали, опять же вслед за Эйлером, что это произведение по k больше либо равном единице 1 делить на 1 минус q вкатой. Ну, это совсем просто, в принципе, да, можно взять, представить каждую из этих штуковин как геометрическую прогрессию со знаменацией q вкатой, раскрыть скобки и понять, что эта штука действительно считает число разбиений числа n. Вот. Ну вот, а дальше теорема, которую мы с вами доказали, таким хитрым комбинаторным способом, вот, она заключается в следующем, что b в минус 1 от q, которое есть произведение по k от единиц до бесконечности 1 минус q вкатой, да, просто обратно к этой величине, есть такая странная вещь. Это 1 плюс сумма, но n больше либо равно, n, давайте напишем 1 до бесконечности, минус 1 в, n на q в степени 3, n минус 1 на n пополам, плюс q в степени 3, n плюс 1 на n пополам, да, значит, это равно, это штука равна, значит, если первые несколько членов выписать, да, то это будет равно 1 минус q минус q квадрат плюс q в пятый плюс q в седьмой минус q в двенадцатый минус q в пятнадцатый плюс q в двадцать второй плюс q в двадцать шестой минус и так далее. Вот. Ну вот, значит, если теперь у вас есть такое вот выражение, да, то на самом деле давайте я покажу, как с его помощью считать быстро количество разбиений числа n. Ну вот, значит, можно сделать следующее. Можно сказать, ну вот у меня есть два ряда, один из которых равен вот такому, а второй равен вот такому. А чему равно их произведение? Один, конечно. Значит, получается, что один есть сумма p от n ку в н на вот один минус q минус q квадрат плюс q в пятый плюс q в седьмой, да? Ну вот. Но эти два ряда можно, на самом деле, перемножить, раскрыть скобки. Должна получиться единица. Ну вот. Ну давайте посмотрим на это произведение, давайте найдем у него, ну скажем, свободный член. Ну понятно, здесь это будет единица на p от нуля. И это должно быть равно одному. Значит, получается, p от нуля равно одному. В общем, мы это и так знаем. Вот. Хорошо. А чему равен член при q? Ну, нулю-то нулю, да. А в правой части? Это будет p от одного умножить на 1 минус p от нуля умножить на… Ну да, p от одного умножить на q умножить на 1 минус p от нуля умножить на q в нулевой умножить на минус q. То есть, плюс p от нуля умножить на минус q. То есть, это будет p от единицы минус p от нуля равняется нулю, да? Значит, аналогично можно вычислить член при двойке, при q в квадрате. Он тоже должен быть равен нулю, и это будет p от двух минус p от одного минус p от нуля. И это равно нулю. p от тройки. Чему равно? Ну, то есть, на p от тройки какое будет уравнение? Что нулю будет равно что? Ну, давайте посмотрим. Если я умножаю, если меня интересует кубический член здесь, то, как бы, сколько членов мне достаточно здесь взять? Ну, первые три, на самом деле, да? У меня здесь уже, уже никакого куба нету. Ну, вот. То есть, я получаю то же самое, да? p от тройки минус p от двойки минус p от единицы равняется нулю. Ну, дальше, там, p от четверти. Точно по тем же причинам это получается разность двух, ну, то есть, это получается сумма двух предыдущих непосредственно передним членов. p от четырех минус p от трех минус p от двух равняется нулю. Ну, и давайте я буду писать, чему у меня равен очередной p от n. Это будет, кто? Один. Один, да? Один минус один. p от двойки. Это сумма двух предыдущих два. Это тоже сумма двух предыдущих три. Это сумма двух предыдущих пять. Ну, и дальше малина заканчивается, да? Значит, почему она заканчивается? Потому что p от пяти равно чему? p от пяти минус... Давайте напишем это соотношение явно. минус p от четырех минус p от трех, да, плюс p от нуля. Да, у нас уже вступает в игру вот это вот, вот это слагаемое, q в пятый. И получается плюс p от нуля. Это равно нулю. Ну вот, если бы этого члена не было, было бы число Фибоначчи. Очередное, это восьмерка. А здесь получается, что я должен сложить два... сложить четвертый и третий члены и вычесть из них нулевой. Угу. То есть получается семь. Ну, дальше понятно. Дальше понятно, как такое считать. Значит, как такое считать дальше. p от шести минус p от пяти минус p от четырех плюс... Чего дальше? p от нуля... p от одного и все, да? p от одного равно нулю. Ну, можно посчитать, да, что это будет пять плюс семь минус один. Это будет одиннадцать. Ну вот. Ну, дальше уже p от семи, например, если вы хотите посчитать, то это будет p от семи. p от минус p от шести минус p от пяти плюс p от двух плюс p от нуля равно нулю. Ну, давайте посчитаем, сколько это. 18 минус 3, да, 15. Ну и таким образом, да, значит, вы просто представляете каждый следующий член как линейную комбинацию предыдущих, но количество этих предыдущих, это там не какое-то фиксированное число. Оно, в общем-то, зависит от n. В общем, очередной член может выражаться через все предыдущие. Но выражается как бы линейно и по очень простым правилам. Вот. Вы можете это просто, я не знаю, упражнение посчитать руками без калькулятора, там, p от двадцати. Ну ладно, я понимаю, что сейчас как-то слава посчитать руками без компьютера и без калькулятора, они звучат как-то архаично. Ну ладно, как бы то ни было. Хорошо. Какие-нибудь вопросы досюда. Ладно. Ну давайте дальше. Двигаться. Пентагональной теореме мы сегодня еще вернемся. Ну, немножко с другой стороны. Ну давайте я такую задачку рассмотрю. А если у меня есть прямоугольник размера k на m. И я интересуюсь диаграммами Юнга, которые в него вписаны. Что значит они в него вписаны? Значит, что они начинаются от левого верхнего угла этого прямоугольника. То есть, если у меня есть прямоугольник k на m. И я интересуюсь диаграммами Юнга видов лямбда 1, больше либо равно лямбда 2, больше либо равно и так далее. Больше либо равно лямбда k. Больше либо равно чем лямбда k плюс 1, которая есть 0. И я хочу, чтобы первый член был бы тоже чем-то сверху ограничен. Это меньше либо равно чем m. Да? Значит, вопрос. Сколько таких? Ну скажите кто-нибудь громко. c из кого по кому? k плюс m по m. Значит, всего таких. c из к m плюс k по k. Оно же по m. Почему? Ну потому что да. Значит, всякий, кто ходил на кружок в восьмом классе, или, может быть, учился в математическом в восьмом классе, знает, что можно такую диаграмму Юнга поставить пути отсюда сюда, и у вас есть k плюс m звеньев этого пути, и каждое звено пути может идти влево или вверх. Аня, я чувствую, что появился чем-то родным. Хорошо. Значит, то есть, не влево, а вправо, наоборот. Я всегда путал влево и вправо. Ну и продолжаю, как вы видите, это делать. Вот, соответственно, диаграмм таких вот, вот столько. Ну вот. Ну, я на самом деле интересуюсь, как вы уже поняли, значит, мы в курсе интересуемся не только числом каких-то объектов, но иногда для них пишем какие-то производящие функции. Для этого вводим на них какой-нибудь вес, да, и каждую диаграмму Юнга будем считать с некоторым весом. Значит, будем считать ее не за единичку, а за у в степени какой-нибудь. Кстати, какой? Ну, нет. Давайте считать весом каждой диаграммы Юнга. Давайте считать у в степени лямбда, где модуль лямбда, значит, вес диаграммы лямбда, где модуль лямбда есть просто символ всех компонентов разбиения. Так, опасная работа. Вот. Хорошо. Значит, ну, ладно, например. То есть, давайте я буду рассматривать такую производящую функцию, которую я обозначу очень странно. Я ее обозначу примерно как биномиальный коэффициент, только в квадратных скобочках. ЦС М плюс К по К с индексом Ку. Это некий единый символ такой, да? Завещает М и К. Значит, это будет сумма по всем диаграммам, лежащим в прямоугольнике К на М, Ку в степени модуль лямбда. Да? Будет некий многочлен от Ку. Ну, давайте, значит, эта штука будет называться кубиномиальным коэффициентом. Иногда еще говорят Гауссов биномиальный коэффициент. Вот. Значит, ну, давайте посмотрим. Например, что такое Гауссов биномиальный коэффициент 4,2? Всего должно быть сколько слагаемых? ЦС 4 по 2. Кто знает? 6. Правильно. Так, какие-то будут слагаемые. Давайте нарисуем все диаграммы юнг, которые живут в квадратики 2 на 2. Ну, будут такие, да? Что будет пустая диаграмма, будет одна клеточка, будет две клеточки, будут другие две клеточки, будут три клеточки и будут четыре клеточки. и давайте посмотрим, какие будут веса. Значит, это войдет с весом 1, это войдет с весом Q. Вот эти две войдут с весом Q квадрат, да? Значит, это будет 2Q квадрат плюс Q в кубе плюс Q в четвертой. Ну, вот такое выражение, такой многочлен, у которого, значит, получилось всего сколько-то, ну, как бы 6 слагаемых, да? Сумма коэффициентов равна 6. Вот. Ну, хорошо. Значит, если так, ну, да, кстати, какая будет степень этого многочлена в общем случае? в этом-то 4. M помножить на K. Почему? Да потому что, какой бывает самый большой вес у диаграммы Юнга, которая лежит в таком прямоугольничке? Я могу просто все эти самые клеточки взять, да? У меня будет M умножить на K клеточек. Значит, я могу сказать, что тем самым, что степень, ну, да, в общем, я буду изучать такие многочлены, зависящие от M и K. Я могу сказать, что я могу сказать? Что степень многочлена M плюс K K. Вот. Я буду обычно забывать писать эту букву Q и ничего страшного, не надо меня поправлять. Просто, если я ее забываю, я ее просто буду подразумевать здесь. Это M умножить на K. Так, хорошо, скажите мне еще что-нибудь про них. Что еще про них можно сказать хорошего? Ну, например, сказать, какой у него будет свободный член, какой будет старший член. Ну, можно сказать, что это многочлен, это будет иметь вид 1 плюс Q плюс что-то там плюс Q в степени Mk минус 1 плюс Q в степени Mk. у него, значит, единицами будут коэффициенты нулевой, первый, старший и предстарший. Старший минус 1. Вот. Хорошо. Значит, еще какие-нибудь свойства надо у них отметить. Q писать? Потому что иначе похоже на на что? На бинамиальный? Ну, давайте вот сегодня будут так обозначаться с кубинамиальные коэффициенты. А Q я буду писать пальцы. Ну, специально для вас здесь могу написать, но больше не буду. Вот. Ну, нет, нет, на самом деле где-нибудь буду. Вот. Хорошо. Значит, давайте еще что-нибудь заметим. Давайте еще что-нибудь заметим. Какие мы можем... Он будет симметричным, он будет таким возвратным, да? Полиндромом. Как это? А роза упала, да? Вот это все. Вот. Ну, вот, вот действительно здесь буквки читаются справа налево и слева направо одинаково, да? Значит, это 1, 1, 2, 1, 1. Вот. Значит, действительно, можно сказать, что этот многочлен действительно будет палиндромом от Q. Вот здесь как раз надо поставить, да? Значит, это будет... Как мне это написать? Ну, я могу сказать, что это будет то же самое, что C из M плюс K по K от переменной Q в минус 1, да? Помножить на степень этого многочлена в степени K. и Но почему это так? Рассмотрим дополнение к диаграмме. Конечно, если у нас есть диаграмма, диаграмма есть у нас, вот, то, значит, у меня есть некое дополнение, которое тоже является диаграммой, но веса Km минус лямбда, да? Ну, и такие, значит, они входят парами. Вот, ну, хорошо, значит, это одна симметрия, а вот, еще, значит, еще некоторые тоже очевидные симметрии, что M плюс K по K равняется M плюс K по M. Ну, это почему еще? Да, диаграмм может распанировать, конечно. Так, ну, и на самом деле, такой совершенно неочевидный факт, который я даже прям не помню, как доказывать, поэтому сегодня доказывать не буду. Но факт замечательный, что коэффициенты этого многочлена, они не строго убывают до середины, а потом, то есть, не строго возрастают до середины, а потом убывают. Ну, понятно, они, как это называется, унимодальны, да? Значит, факт, это многочлен унимодален. Что значит унимодален? у него одна мода, Мода, я не знаю, сейчас в школах, кажется, даже изучают статистику. Изучают в школах статистику? Нет? Что такое мода, медиана, там, нет? Вот это, вот это, начало статистики, да? Ну, то есть, это распределение этих коэффициентов, оно такое, одногорбое. у него, ну, это как удав, который проглотил одногорбого верблюда, не двугорбого. Не вот такого вот верблюда проглотил удав. Вот, значит, ну, это факт, на самом деле, не очень просто доказывается. Класс. Ну, вот. Ну, то есть, коэффициенты, коэффициенты, давайте, я напишу, А0, меньше либравен А1, меньше либравен и так далее, А, МК пополам. Ну, там, ну, а дальше уже, значит, в другую сторону неравенства идут. Сколько закройся. Так, ну, хорошо. Ладно, это, так. Давайте посмотрим теперь на какое-нибудь еще утверждение по поводу этих коэффициентов, которое позволяло бы их как-то считать. Ну, как считать геномиальные коэффициенты? Ну, есть треугольник Паскаля, да, можно считать каждую следующую строчку через предыдущую. Складывать что-то, писать там со сдвигом единички по бокам и так далее. Вот. А чего здесь? Ну, на самом деле то же самое почти что. Вот. И, значит, свойство такое, как этого друга выразить через друзей из предыдущей строчки. Кто умеет. СМ плюс К минус 1 по К минус 1 плюс, вот если я напишу так, СМ плюс К минус 1 по К. Это будет правда или нет? Нет. Нет, а почему? Ну, хотя бы степень не сходится, да. А что надо сделать, чтобы было правдой? Ну, вписать Ку в какое-то правильное место. Ну, значит, интересно, что это можно сделать по-всякому. Давайте, я это сделаю так. Ку в Катой сюда напишу. Ну, давайте посмотрим, почему это так, как это можно доказывать. Доказательство пункта Д. Как это сделать? Скажите кто-нибудь, кто знает. А кто, кстати, кто умеет доказывать это тоже? Не везерки. Ну, так. Ага, значит, у нас тут эта производящая функция представляется в виде суммы двух, да, суммы двух слагаемых. Вот что считает эта слагаемая? Эта слагаемая считает количество диаграмм Юнга в прямоугольнике из М столбцов и К-1 строки. То есть, это на самом деле такие диаграммы Юнга, в которых мы на первом шаге идем вверх. Да? Вот это вот розовенькое слагаемое, а вот это слагаемое будет фиолетовое. А что считает фиолетовое слагаемое? Когда вы первый раз ушли направо, а откуда берет К, кувкатый? Это на самом деле, если я ушел вправо, то это значит, что у меня первый столбец имеет высоту К. А дальше у меня есть какая-то диаграмма Юнга, давайте я как-нибудь ее нарисую. Какая-то диаграмма Юнга, которая расположена в прямоугольнике размером М-1 столбец на К-строк. То есть, в точности то, что написано здесь. И вот этот кувкатый это как раз возникает за счет вот этого фиолетового столбика. А у вас диаграмма над кривой? Над кривой, да, над кривой. Я считаю, что я от левого верхнего угла, как это как-то называется, англо-саксонский способ записи диаграммы Юнга. Я считаю, что моя диаграмма упирается вот в этот угол. Ну вот. Нет, конечно, можно считать под кривой. Вот. Да, значит, получается, что у вас есть значит, разобьем диаграммы Юнга в соответствии с их первым шагом. Ну вот. Ровно так же доказывается и обычная формула для беномиальных коэффициентов. Вы можете ну, одно из доказательств возможных, там, одно из примерно 100 значит, это сказать, что вот, да, вот у меня так будет ЦС М плюс К по ЦС М плюс К минус 1 по К минус 1 так будет ЦС М плюс К минус 1 по К диаграмм Юнга, да, сумма равняется тому, что стоит под ними в треугольнике Паскаля. Ну вот. Значит, такие дела. Да, кстати, эти равенства можно рассматривать, как такие, прости господи, квантования обычных тождеств с беномиальными коэффициентами. Значит, вы вводите некоторый дополнительный параметр, называем буквой К, и привычное вам тождество, классический случай, вы получаете, полагаю, К равное единичке, да, значит, ну и, да, то есть, свойства ЦС М плюс К по К при У равном единице это обычный свойств обычный беномиальный коэффициент. Вот, хорошо. Так, но как-то эти коэффициенты надо считать. Еще можно их считать вот так вот рекуррентно, но для беномиальных коэффициентов есть формула более явная, то есть, если вам надо посчитать ЦС 10, скажем, по 6, да, вы же не будете выписывать 10 строчек треугольника Паскаля, вы скажете, что это там 10 факториал делить на 6 факториал, на 4 факториал, что-то в таком духе, да, ну вот, ну, значит, получается, что нам надо придумать какой-нибудь аналог вот этой формулы, да, явной. Ну, что нам нужно для того, чтобы придумать такую формулу? Нам нужно сказать, что такое n факториал, зависящий от буквки q, да, придумать какой-нибудь q аналог факториал. а чтобы придумать ну, факториал, это понятно, что такое это 1, умножить на 2, умножить на 3, и так далее, умножить на n. Вот, хорошо, а чтобы придумать, что такое аналог факториала, надо придумать, что такое аналог числа, что же мы будем перемножать-то? Что такое n в квадратных скобочках? Какие-нибудь матрицы? Нет, ну, нам нужен многочлен от буквы q, который бы обращался в n, в число n при подстановке q равно 1. Какие вы такие многочлены знаете? Геометрическая прогрессия. Значит, почему этот правильный действительно подход? Значит, это 1 плюс q плюс q квадрат плюс и так далее, плюс, да куда? q в n-1, конечно. Ну, кто знает формулу для геометрической прогрессии, тот знает, что это равно 1-q в n поделить на 1-q. Значит, ну, как это сказать? Нет, ну, понятно, на самом деле, что что такое число n. Это количество способов выбрать одно яблоко из n яблок. Число способов выбрать один предмет из n предметов. Вот здесь у вас вы знаете, что такое число способов, вы знаете, что такое уку-аналог, да? Значит, ну, можно в качестве определения взять, что эта штука, ну, я тут иногда тоже буду писать, иногда буду забывать маленькую букву q, это вы можете сказать, что это вот такой вот кубиномиальный коэффициент, который, очевидно, равен чему? Ну, его легко найти, да, это геометрическая прогрессия, это вы должны нарисовать такую полосочку размера n-1 на 1. Да, вот здесь у вас стоит полупериметр этой полосочки, вот. Ну, и понятно, что какие бывают под диаграммы Юнга в такой полосочке, но это бывает, понятно, значит, они все имеют вид тоже такой в полосочке, только не большей длины, причем длина может быть 0, 1, 2 и так далее, n-1. Ага. Вот. Ну, хорошо, значит, если так, то, что получается? То получается, что вот у нас есть аналог числа n. Ну, а что такое n-катериал? Это надо взять 1, умножить на 2, умножить и так далее, на n. Ну, вот. Ну, соответственно, получается формула пункт Ю, значит, c из n плюс k равняется, ну, в точности, как для обычных биномиальных коэффициентов. Да, у меня здесь получилось нечто, да, это самое нечто, оно обращается в обычный факториал, когда я подставлю q равна единице. Да, то есть, я могу сказать, что это 1 минус q делить на 1 минус q, 1 минус q квадрат делить на 1 минус q и так далее, 1 минус q в n делить на 1 минус q. Ну, вот. А, да, еще надо, конечно, договориться о том, что 0 факториал равен как обычно одному, иначе ничего не будет работать. Ну, и, соответственно, свойство номер Ё у меня говорит, что m плюс k в кафториал делить на m в кафториал на k в кафториал это и есть вот этот самый мой кубин миальный коэффициент. Так, утверждение понятно или не очень? Так, а как доказывать, понятно? Ладно, давайте я все сотру. и попробуем эту радость доказать. Ну, значит, можно сказать такую штуку, что правая часть это что такое? Это ну, давайте я вот эти самые факториалы сокращу. Значит, давайте я буду доказывать на самом деле, что у меня правая часть, нет, правая часть это очевидно вот что. Это k в кафториал в знаменателе и m плюс 1 на и так далее на m плюс k в числителе. Ну, вот. И давайте я буду доказывать, что правая часть удовлетворяет такому же рекуррентному соотношению, как в функте d. Значит, надо доказать, что правая часть удовлетворяет соотношение из пункта d. Да? Ну ладно, если так, то ну, как такую штуку можно доказывать? Значит, можно заметить, на самом деле, как мы складываем натуральные числа, вот эти деформированные квантовые натуральные числа. Значит, заметим, что ну, что такое, не знаю, а плюс б это это тоже такое, получается, деформированное деформированное сложение, да? а плюс б это а многочлен соответствующий а плюс многочлен соответствующий б, только его надо домножить еще на квад. Ну, кстати, можно написать другое соотношение, это б плюс кв в степени б умножить на это немножко другое соотношение, То есть, мы это самое равенство а плюс б равняется а плюс б мы интерпретировали двумя разными способами. Значит, так бывает, так, кстати, вот, пункт д тоже можно переговорить другим способом, получить другое равенство. Вот, хорошо, значит, если у нас есть такое вот соотношение, ну, давайте попробуем просто взять и сложить такую вещь, такую вещь, то есть, правую часть от m плюс k минус 1 и m и k минус 1 и m минус 1 и k, да, значит, ну, давайте посмотрим, что m плюс k минус 1, ну, давайте я их сейчас в другом порядке напишу, значит, я беру что? Я беру вот то, что подчеркнуто красной чертой, значит, ну, то есть, по предположению индукции, да, по предположению индукции, значит, индукции по m плюс k, значит, по предположению индукции m плюс k минус 1 по k минус 1 есть, это что такое? Это надо перемножить k минус 1 слагаемое, в знаменателе будет k минус 1 фатериал, а в числителе будут слагаемые какие? m плюс 1 помножить на и так далее помножить на m плюс k минус 1 всего таких слагаемых будет k минус 1 штука значит, а также m плюс k минус 1 по k есть что? Это m на m плюс 1 на и так далее на m плюс k минус 1 поделить на k треал ну вот ну давайте их сложим теперь значит ну давайте я еще здесь напишу перед перед этим я не забуду кувкатый значит это это то, что было красным это то, что было фиолетовым значит давайте я теперь сложу вот эти два выражения домножив второе из них на кувкатый значит получается, что m плюс 1 может мы как далее на м м плюс м к-1 делить на к-1 в тариал плюс м на и так далее на м плюс к-1 делить на к в тариал умножить на кувкатый это равняется чему? Надо что-то вынести за скобку что выносит за скобку в знаменателе выносится к-1 в тариал да а в числителе выносится m плюс 1 на и так далее на m плюс к-1 в тариал значит m плюс 1 на и так далее на к-1 в тариал так и что тогда получается в скобках значит в первой скобке сейчас m плюс к-1 тариал значит в а давайте я сделаю так давайте я на самом деле давайте я помножу эту штуку помножу на к да и из знаменателя вынесу просто к в тариал а здесь я напишу к плюс к в катой умножить на что умножить на вот это самое m да ну это равняется тому что надо м плюс м плюс м плюс может мы так далее на м плюс к минус 1 поделить на к в тариал умножить на м плюс к просто а это как раз то что нам нужно га годится ладно хорошо ну победа вроде как значит мы с вами доказали что m плюс k делить на k равняется m плюс k вкториал делить на m вкториал на к вкториал хорошо right and side правая часть да про это будет одна из задач причем здесь групп перестановых приходить на сегодняшний семинар ну на самом деле так что такое n факториал значит он факториал это количество элементов в группе перестановок да если я возьму вот такой вот n то ну на самом деле будет производить некая производящая функция для перестановок почему по какой статистике как вы думаете какое число вы можете поставить перестановки количество беспорядков конечно вот на самом деле n факториал это это и есть просто количество беспорядков количество инверсий да вот но хорошо значит это мы доказали так еще немножко немножко реклама других областей математики так кто из присутствующих знает что такое грасманиан ну так примерно половина вот хорошо значит ну ладно тогда задача будет в сегодняшнем семинаре проверить следующие штуки что количество элементов грасманиана ну это просто количество плоскостей камерных или м мера в м плюс камерном пространстве над полем из пулементов это просто соответствующий кубиномиальный коэффициент вот и еще значит это пункт а пункт б говорит что n факториал это количество элементов многообразие флагов то есть это количество полных флагов над эвку ну хорошо ну что еще но есть еще можно посмотреть на эту вот формулу или на ту вот формулу так значит давайте я что-нибудь сотру так я не знаю может раз вычисление можно стереть уже до силы воде уже насладились ну вот значит что можно еще сказать вот например мы знаем что кубиномиальный коэффициент м плюс к пока это м плюс 1 и так далее на м плюс к здесь к со множителей поделить на к факториал ну вот ну давайте воспользуемся вот этим вот определением да значит да я на всякий случай восстановлю то что здесь было это определение просто q аналога целого числа вот и давайте я это это определение здесь применю я просто скажу что хорошо значит числителе у меня будет будут стоять такие дроби у которых будет в знаменателе 1 минус q в числителях будет 1 минус q в м плюс 1 поделить на 1 минус q и всего к штук таких дробей а в знаменателе у меня будет стоять 1 минус q поделить на 1 минус q 1 минус q в квадрат поделить на 1 минус q и так далее 1 минус q в катой поделить на 1 минус q 1 минус q давайте я все эти самые 1 минус q друг друг с другом сокращу благо они у меня присутствуют в одинаковом количестве и получу такую формулу 1 минус q в м плюс 1 и так далее 1 минус q в м плюс катой поделить на 1 минус q 1 минус q в квадрат и так далее 1 минус q в катой так а теперь возьму м очень большим устремлю м к бесконечности что я получу тогда что произойдет с числитель со знаменателем например а ничего на тем не зависит а с числителем ну да числитель устремиться к единице ну отдельный вопрос что значит устремиться на этот вопрос как вы догадываетесь есть два ответа аналитический алгебраический смотри первую лекцию значит ответ аналитический ну хорошо то что здесь написано это такие геометрические прогрессии которые имеют смысл как функции от q если q у вас по модуль меньше единиц ну и тогда это просто равенство двух функций вот каждый из которых нам задается каким-то ряд вот а еще вы можете сказать алгебраические но на самом деле у вас вот эти штуки эти штуки это тоже какие-то формальные ряды на которых есть такая поэтическая топология правильно но то есть можно можно говорить что два ряда близки если у них там первый сколько-то достаточное количество членов совпадают но но на самом деле удивительная штука да что но также примерно вы сравниваете поэтические числа до 2 поэтических числа их норма равна чего-то там как-то связано с количеством разрядов которых они совпадают ну удивительно что вот ровно это про про функции которые разлагаются в ряд но вот ровно это и ровно такими же словами что функция разлагается в ряд и две функции типа близки если они совпадают в первые несколько членов этого ряда совпадают примерно это понимал ньютон и написал это просто вот вот буквально так же вот то есть да еще до изобретения поэтических чисел этапологии на них ну ладно значит как бы то ни было вы можете сказать то хорошо если я возьму m равная тысячи я могу сказать ну хорошо но тогда вот в числителе у меня будет ряд который у которого первые первые тысячи членов или даже больше несколько тысячи членов будут нулями ну нулевой будет нулевой член быть единиц и вот ну хорошо значит тогда ну что это ну хорошо тогда значит получается что это это последовательность рядов зависящие от м при увеличении м сходится к ряду у которого первый член единица все остальные нулю нули то есть к одному вот ну хорошо значит если м стремится к нулю то эта штука сходится к чему 1 делить на 1 минус q так далее 1 минус q в катый ага эту штуку мы уже где-то видели да это количество производящие функции для разбиения на слагаемые количество не больше чем к штук или на слагаемые не превосходящий к что то же самое мы это означали пк вот и ну хорошо а теперь если в этом выражении уже взять и q и к устремить бесконечности ну хорошо я получу тогда функцию для всех разбиений то есть такой как бы c с бесконечность плюс бесконечность по бесконечности вот это будет просто известное мне эйлеровское бесконечное произведение 1 делить на 1 минус q в катый к от единицы до бесконечности которые называю буквой p ну вот да обратите внимание что здесь у меня уже существенную роль играет то что это производящая функция не просто число если я попытаюсь посчитать число моих диаграмм юнга вообще без каких-либо ограничений окей каждый конечный кусок я могу посчитать но посчитать сколько всего я не могу потому что бесконечно много а если я на них в виду веса и буду как бы отдельно считать количество диаграмм каждого веса то я могу написать некое разумное выражение ну почему потому что количество слагаевых здесь будет бесконечно я сначала устремил один из параметров бесконечности потом оба вот но так не так конечно не равноправно да вот ладно ну хорошо значит давайте сейчас так какие-нибудь вопросы еще ну ладно у меня вопрос если это биномиальный коэффициент то где бином должен быть бином как это если бога нет то чья же эта коровка но хорошо да ньютон про него не знал видимо а может и знаю ну хорошо значит теорема такая ну что такое бином ньютона это все знают да 1 плюс x в степени n это сумма x в к от 0 до n x в катой на давайте я напишу c из n по k на x в катой вот такое выражение и в это выражение мы хотим как-то значит включить букву q и что-то с ним сделать его зависящим от q и чтобы чтобы она получалась бы при q равном единице вот теорема такая ну чем-то придется пожертвовать да ну на самом деле у нас скобки будут разные в скобки мы в разные скобки мы будем включать у по-разному 1 плюс q x на 1 плюс q квадрат x ну и так далее на 1 плюс q в n x здесь всего n со множителей равняется сумме к от 0 до n q в какой-то странной степени к на к плюс 1 пополам а дальше то что мы хотим значит дальше c из n по k кубиномиальный коэффициент умножить на их степени ничего формулировка понятно ну давайте докажем так ну хорошо значит давайте мы раскроем скобки в левой части я вас спрошу а что такое коэффициент при x в к той в левой части что он считает это некое выражение от буквы q да что это выражение считает ну думайте в терминах разбиений значит доказательства рассмотрим коэффициент ну давайте его как-нибудь обозначим окатая от q в левой части при коэффициент где? при x в катере ну что это такое? это некий многочлен от Q про него можно думать как про некую производящую функцию скажите мне, производящая функция чего это? каких-то разбиений разбиений на не повторяющиеся на K неповторяющихся слагаемых которые что? ну на них какие-то ограничения еще должны быть ну они во-первых строк больше нуля а во-вторых меньше n это производящая функция для разбиений на ровно K слагаемых лямбда 1 ну там значит меньше либо равно n лямбда 1 меньше чем лямбда 2 меньше и так далее меньше чем лямбда K больше наоборот больше нуля вот хорошо значит теперь давайте из так давайте они будут не лямбда а альфа так теперь давайте сделаем следующее у меня есть набор альфа 1 больше чем и так далее больше чем альфа K давайте я из первого члена вычту число K из второго вычту число K минус 1 из последнего вычту число 1 что я получу значит пускай лямбда ИТ равняется альфа ИТ минус K плюс 1 минус И да что-то вроде такого да значит получается что это будет лямбда 1 значит у меня будет лямбда 1 если у меня теперь было строгое убывание теперь убывание будет не строгое но все-таки будет лямбда 1 больше либо равно лямбда 2 больше либо равно и так далее больше либо равно лямбда K который теперь может быть и нулем а первый член он он кто на него какое неравенство ну я из него K вычел да что вы делаете что вы делаете вы же это съедите вот значит первый член был не был не больше чем N а теперь он не больше чем N минус K вот хорошо где скобочек не хватает да нет вроде все на месте то есть из самого большого числа мы вычитаем поменьше да не хватает из самого большого числа мы сейчас погодите значит мы вычитаем K плюс 1 минус и правильно да вот так да вот спасибо теперь вроде бы хорошо да ну да вот все теперь сошлось хорошо значит получается что вот это число АК и АТК если то есть это это многочлен какой-то если его поделить на на что я кстати сколько я вычел всего ну то есть можно считать что это какая-то диаграмма тоже диаграмма Юнга я из нее отъел сколько-то квадратиков сколько квадратиков я отъел ну из первой строчки K K K K-1 K-2 и так далее значит получается что АК от Q есть Q на K на K-1 пополам помножить на что ну на производящую функцию для таких вот диаграмм Юнга в прямоугольнике которая есть как мы знаем ЦС ЦС Н по K ну все кубином доказан ну хорошо так на семинаре сегодня будет еще один вариант кубинома когда у вас переменные не коммутируют ну вот так что дальше дальше можно сказать такую штуковину что давайте я посмотрю на такое вот произведение которое которое тоже значит я сейчас буду применять этот самый беном сейчас будет много вычислений не пугайтесь или наоборот пугайтесь не знаю так значит давайте я рассмотрю такое вот произведение и бегает от минус минус м плюс 1 до м 1 м это какое-то число минус m плюс 2 значит 1 плюс q в степень и плюс x в минус 1 1 плюс x 1 плюс x q и так далее до 1 плюс x q в m здесь всего 2 m со множителей значит они нумеруются целыми числами от минус m плюс 1 до ну то есть отрицательных на одно меньше чем положительно потому что еще есть но такая значит немножко несимметричная что значит я хочу такое произведение вычислить не спрашивайте меня зачем значит вот написал я такое произведение и говорю но на самом деле подозрительно похоже на беном я хочу посчитать ну как вы сделал совсем похожим на беном вот сделать некоторую замену значит давайте сделаем замену y равняется x q в степени минус m ну то есть я по сути дела из всех этих самых буквы q еще книг ну как к ним всем носительно прибавлю и да значит получается что тогда получается что левая часть то есть что ну или вот давайте я напишу что это это вот равенство продолжу его она но есть и от единицы на 2m 1 плюс x q в степени и минус m я могу так записать значит это на самом деле произведение 1 плюс y умножить на q в степени и согласны ну хорошо а это уже в точности такая штуковина которая считается беномом то есть только давайте скажу в каких пределах у меня бегает буква и она бегает у меня от единицы до 2m как это и предписывается беном нет хорошо теперь давайте я применю беном и скажу а вот такая штуковина у меня равна повод согласно тому что написано здесь она равна сумме по к от нуля до 2м ц с 2м по к у в степени к на к на к плюс 1 пополам и к плюс 1 пополам и к степени к ну хорошо значит давайте вернемся к исходному обозначению это равно сумма от нуля до 2м ц с 2м по к у в степени к на к плюс 1 пополам ага значит теперь я вспоминаю что когда у меня был x да значит y это x умножить на q в степени минус м тогда если у меня y в катой написано здесь то он превратится в x катой помножить на q в степени минус к и вроде того так ну ладно значит ну тогда вот у нас есть такое равенство вот это вот равно вот этому левую часть равна правой вот тогда что мы можем про него сказать но хорошо давайте я левую часть еще как-то преобразуем значит преобразую левую часть значит я и я вам сказать ну хорошо я домножу домножу каждый из сомножителей домножу каждый из сомножителей 1 минус q минус и t x на у степени и то есть смотрите у меня было такое произведение странное я в нем возьму те из сомножителей которые которые входит в отрицательных степенях и от этой отрицательной степени избавлюсь ну давайте тогда я получу значит получаю что тем самым я левую часть домножил на какую степень q м на минус 1 попала да значит то есть я говорю что что у меня это да значит если я домножу каждое такое что-то здесь чушь как это написано x здесь значит я получу что получу 1 нет получу q минус x правильно так а теперь давайте я преобразую чтобы здесь была единичка теперь я скажу ну хорошо это на самом деле это сейчас погодите почему у меня минус здесь не минус а плюс а теперь давайте я скажу что эта штука равняется x умножить на 1 плюс q в гитой x минус 1 согласно так я сделал очередной бессмысленное преобразование с левой части значит давайте давайте посмотрим что я сейчас получу в таком случае значит если я проделал такие преобразования с левой частью то ну что я получается что я левую часть домножил на q в степени м м минус 1 пополам верно минус 1 потому что я складываю 1 2 и так далее м минус 1 вот хорошо значит тем самым я получаю что левая часть у меня равна вот чему она равна x в степени м умножить на q в степени минус вот это вот число минус м м плюс 1 пополам помножить на 1 плюс x минус 1 q в м минус 1 и так далее 1 плюс x в минус 1 просто так это у меня преобразовались первые сейчас тут здесь минус значит у меня преобразовались первые м минус 1 слагаемая да сейчас на самом деле я вас немножко обманул я значит давайте я на самом деле преобразование проделаю вот до сюда до до нулевого включительно значит давайте я с получается с нулевым слагаем 1 плюс x сделаю то же самое я его запишу как x умножить на 1 плюс x минус 1 да значит вот я сделал такую штуковину и дальше я запишу ну положительную часть 1 плюс x q 1 плюс x q квадрат так далее 1 плюс x в м значит если вы аккуратно значит здесь нигде нигде не перебрете никакой знак то вы просто получите дождественное преобразование преобразование левой части хорошо но с другой стороны эта штука должна быть равна правой части значит она равна сумме c из 2 2 м пока q в степени к на к плюс 1 пополам минус к м так ну хорошо значит теперь давайте я поделим обе части на то что написано здесь вот на этот вот дурацкий множитель значит поделим обе части на x в мтой q в степени м на м минус 1 пополам значит тогда ну понятно что будет с левой части просто множитель уберется 1 плюс x q x минус 1 q в м минус 1 и так далее 1 плюс x минус 1 1 плюс x минус 1 и так далее 1 плюс x минус 1 равняется фух это равняется вот такой штуковине деленный на x минус 1 на q в такой вот степени да значит на каждое слагаемое поделить на x минус 1 на q в такой степени значит получается что эта сумма здесь м бегает от 0 к бегает от 0 до 2 м значит получается что это сумма чего c с 2 м пока а q в степени к на к плюс 1 пополам минус м на м плюс 1 на м минус 1 то есть теперь эта штука уже будет лоранским многочленом от x и у меня теперь разрешаются отрицательные степени икса к по-прежнему бегает от 0 до 2 м ну вот ну давайте значит здесь напрашивается некая замена какая нам замена здесь здесь напрашивается здесь можно сказать что давайте скажем что же у меня это к минус м да значит получается что эта фиговина равняется значит вот эта правая часть равняется сумме по букве жи в каких пределах вот замена жи равняется к минус м к бегал от нуля от духа соответственно жи будет бегать от минус м до м конечно здесь 2 м плюс 1 слагаемых это важно знать вот так вот так вот это сумма уже будет такой симметричный по м да то есть по этому самому же она будет пробегать столько же отрицательных чисел сколько положительных это всегда приятно но вот если вы здесь аккуратно посчитаете вот этот коэффициент если вы это аккуратно сделать квадратичное выражение если вы не ошибетесь то получится следующее но понятно что кубин номинальный коэффициент он как был так и будет 2 м на м минус жи да и вот этот коэффициент при буховке q если м плюс жи конечно иначе смысла нет значит у на же же плюс один пополам вот коэффициент должен получиться вот таким вот то есть я утверждаю что то что написано здесь это жи на жи плюс один пополам ну проверьте кто не верит из степени ну вот значит мы с вами таким образом получили какой-то такой беном ньютона только ну только он симметрично относительно нуля да значит а формула вообще ну ну чисто беномиальные где сверху и снизу при такой заметно здесь до коэффициент прием в квадрате это половинка но минус половинка да сейчас погоди значит жи равняется камень здесь минус стоит здесь плюс на самом деле да а да спасибо так сейчас погодите мы а ну да мы да 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 то есть мы 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 же нами на минус поделили да правильно о ура все теперь все все знаки сошлись значит теперь мы получили нечто значит нечто это называется давайте его торжественно перепишу так вот это все от рука значит то что мы получили называется тождество якобе для тройного произведения сейчас в конечной форме сейчас мы увидим почему тройное получается конечная форма тождество якобе для тройного произведения утверждение следующее что а 1 плюс x минус 1 q в степени м минус 1 с минус 1 q в степени м минус 1 и так далее 1 плюс 1 плюс x в минус 1 до значит здесь m со множителей дальше помножить на 1 плюс x q венте и это равняется сумме В сумме c с 2 m по m плюс g, где g бегает от минус m до m, q в степени g на g плюс 1 пополам и в степени g. Вот такое тождество. Давайте теперь посмотрим, что будет. Ну как бы это конечное тождество, но значит оно просто чисто лагебраическое следствие бинома. Ну ладно. Давайте посмотрим, что будет, если я теперь возьму сам множитель в таком бесконечном числе. Значит, если m я устремлю к бесконечности. m устремлю к бесконечности, получим следующее. Это значит, что произведение m от единицы до бесконечности. А, нет, давайте k от единицы до бесконечности. 1 плюс x в минус 1 q в к, это равняется чему? Вот что будет, если я здесь m устремлю к бесконечности? Во что превратится этот кубиномиальный коэффициент? p, а в q, да, это совершенно верно. Это, ну как бы, здесь можно думать, что я одновременно стремлю, как бы, ну я рассматриваю в... Рассматриваю диаграмму Юнга в таком вот прямоугольничке, да, у которого сумма сторон это, ну да, это, это там, m плюс g, это m минус g, да. Вот, и я m стремлю к бесконечности. Значит, получается, что у меня вот эта вот штуковина, которая написана здесь, она стремится к эйлеровской производящей функции. Значит, она есть сумма g уже от минус бесконечности до плюс бесконечности. p от q на q в степени g на g плюс 1 пополам в степени g. Ну вот, значит, ну давайте я теперь применю явно формулу для p от q. Ну и просто поделю обе части на него, да, и я получу, значит, тройное... Ну, тоже, тоже здесь твои коби. Теорема. Джек Коби. Трипл продакт. Тоже здесь твои коби для тройного произведения. Что произведение k равно единице до бесконечности 1 плюс x минус 1 q в катой, pardon, в k минус 1, 1 плюс x q в катой на 1 плюс q в катой, уже без всякого x. Правильно? Это как бы, это знаменатель из творчества эйлера. То есть из производящих функций эйлера. Есть сумма q в степени g на g плюс 1 пополам, x в степени g. Ну вот, такая вот теорема. Ну, на самом деле, в качестве приятного следствия из этой теоремы можно вытащить пентагональную теорему эйлера. Без всяких объекций, без всякой комбинаторики, без всяких диаграмм Юнга. Просто чисто алгебраическое следствие. Давайте это сделаем. Ну, в пентагонале теоремы эйлера никакого x не было. Здесь есть еще дополнительная буква x. Ну, давайте сделаем замену, на самом деле, вместо q подставим q в кубе. Значит, ну, получится, что произведение 1 минус x в минус 1 q в степень 3k. 1 минус 1 минус, а, 3k, pardon, 3k минус, чего там, 3k минус 1, да? Минус, сейчас, минус 1 или минус 3? Минус 3, казалось бы. Значит, да, значит, да, 3k минус 3, 1 плюс x в степени, тут уж точно 3k. И дальше 1 плюс q в степени 3k. Это равняется сумме, ну, как бы я все-все-все буквки q умножаю на 3, да? Значит, q в степени 3g, g плюс 1 пополам, x в степени j. Так, ну, хорошо. Так, теперь, а здесь, конечно, плюс. Вот, а теперь давайте я сделаю подстановку. Так, k здесь бегает от единицы до бесконечности. Сделаю подстановку. x равно минус q в минус 1. Могу так? Так, давайте посмотрим, что здесь получится. В левой части получится 1 плюс x. x никакого уже нет. q в степени 3k минус 3. помножить на минус q в минус 1. А, не минус q в минус 1, а на минус q просто, да? Почему? x здесь x в минус 1. Я, значит, должен просто прибавить единичку, потому что написано здесь. И не забудь, что знак у меня минус, потому что... Почему? Потому что перед x у меня тоже минус. q в степени 3k минус 2. Так, хорошо. Что здесь? Значит, здесь 1 минус q в степени какой? 3k минус 1. 1 минус q в степени 3k. h, это равно... Значит, давайте пределу произведем, я напишу, k от единицы до бесконечности. Это равно... сумма... а ж здесь бегает от минус бесконечности до бесконечности, да? ж бегает от минус бесконечности до плюс бесконечности. Так, а что здесь написано? Значит, знак минус даст мне минус 1 в степени ж. А теперь, вот из этой штуковины, я должен вычесть ж. Правильно? И это будет что такое? Значит, это 3g квадрат плюс 3g пополам минус ж. Это будет равно 3g квадрат плюс ж пополам, да? Ну что, очень удобно. Мы такую штуку где-то видели. Это как бы такое антипятиугольное число. Это количество точек прямоугольники со стороны минус ж. Значит, q в степени 3g на 3g плюс 1 пополам. Ну все, знакомьтесь. Значит, да, осталось переписать вот эту самую... вот эту скобку. Заметьте, что здесь мы пробегаем всевозможные 3 остатка по модулю 3. Так что это все на самом деле сворачивается в одну скобку, да? То есть получается, сумма произведения от k от единицы до бесконечности. 1 минус q в к-той равняется g от минус бесконечности до плюс бесконечности минус один степени g q в степени 3g плюс 1 3g квадрат плюс g попал вот она пентагональная теорема эйлера и и заметьте что здесь в этой форме даже нет никакого свободного члена единички да он считается при же равном нулю здесь будет один и здесь пытать вот вот слушайте давайте прежде чем прежде чем разбегаться вы запишетесь в листочек вот и ну не знаю в общем спросите меня что-нибудь сейчас сейчас погодите как при иксе значит сейчас секунду значит это произведение можно понимать так что если вы ну да действительно значит если вас интересует коэффициент при x в катой да то вы должны взять скажем из к слагаемых там ну из там я не знаю n плюс к слагаемых взять x из n слагаемых взять x в n минус 1 да ну то есть на самом деле эта штука будет каким-то каким-то конечно ну то есть эта штука будет бесконечным произведением от q да то есть эта штука это честно многочлен и коэффициент при q в катой вы посчитать можете ну да можно можно говорить так что на самом деле от q эта штука это честно многочлен и коэффициент при q в катой вы посчитать можете да тут такая тонкость как это самое как суммированием двойных рядов да значит просуммировать так получить одно а сяк получить другую вот но ну да ну да действительно вопрос правильный но на самом деле поскольку у вас здесь степени q входит только натуральная да то вы можете сказать что это штука при каждом при каждом будет это некий некая конечная вещь до 7 натуральной причем причем они все растут причем они все растут линейного пока так ну наверно на этом уж точно все пожалуйста не не разбегайтесь не записавшись и и оставайтесь на семинар там будут какие-то задачки